Приветствую вас, уважаемые друзья, на канале МастерССС. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Итак, на связи с вами Серега, и в этом видео вы научитесь делать вот такую штуковину. Давайте я обновлю нашу страничку, и смотрите, здесь при загрузке появляется прилодер, загрузчик на сайте, и одновременно с этим, еще раз обновлю, видим, элементы сайта сначала не видны, но потом они плавно по очереди появляются. Вот эту штуку мы и будем делать, но прежде чем мы начнем, хочу сделать маленькое объявление. Друзья, приношу свои извинения за то, что долго задерживал запись данного видео, потому что предыдущее уже давно набрало, неделю назад набрало 150 лайков. У меня была немножко нагрузка по времени, поэтому еще раз извиняюсь, и в то же время хочу сделать еще один анонс. Как только данное видео наберет 150 лайков, я запишу следующее. Смотрите, какое. Вы, наверное, видели на некоторых сайтах, когда при перемотке появляются какие-то там цифры, и они начинают расти от нуля до определенного значения. Вот такой урок вы и получите следующим, как только это видео наберет 150 лайков. Давайте посмотрим, как это будет работать. Здесь я набросал базовые стили совершенно. В самом уроке все будет намного красивее. Итак, смотрите, у нас есть страница. Мы мотаем, вот тут есть циферки везде нули, да, и когда мы достигаем определенного значения, они начинают вот так расти. Вот про это и будет следующий урок. Будет все немножко красивее, ну даже, наверное, намного красивее. Будет добавлена анимация появления и все такое. Поэтому ставьте лайки данному видео, и как только 150 лайков наберется, мы приступим к записи следующего занятия. Итак, теперь по этому уроку. Смотрите, в комплекте к данному занятию я подключил архивчик под названием npbar. Вы его себе скачиваете, распаковываете, получаете вот такую папочку со следующим содержимым. Видим, да? Здесь нам необходима вот эта папка endprogress, и файл, получается, индекс.html будет нужен, и файл в стиле CSS. То есть, вот эти файлы два откройте, пожалуйста, в своем редакторе. Давайте я открою свой, буду пользоваться редактором Brackets. Если кто не знает, у меня по нему на канале есть целый видеокурс, поэтому смотрите и пользуйтесь. И, видим, у меня здесь уже два файлика открыты. Теперь по самому скрипту загрузчика. Давайте я открою специальный сайтик. Вот здесь пройдите по этой ссылочке, и смотрите, вот на этом сайте и есть наш скрипт вот этого загрузчика. И вот этот загрузчик, он запускается по определенным правилам. Смотрите, мы прописываем endprogress.start, и у нас начинается загрузка. Если мы прописываем endprogress.set, мы устанавливаем определенную величину загрузки. То есть, вот так, 0.4, это 40%. Давайте я нажму, и видим, подскочило до 40. Endprogress.ink, оно увеличивает наш загрузчик, видим, да? Увеличивает загрузчик, линию загрузки. И endprogress.don, оно останавливает наш загрузчик. То есть, если у нас начинается и сразу заканчивается, то линия идет до конца, и загрузка исчезает. И вот теперь давайте попробуем скачивать. Вам ничего не надо, потому что я в целях экономии времени включил данные файлики вот сюда. То есть, скачав, вы получите два файла. Файл CSS in progress и файл JS in progress. И вот теперь давайте мы откроем файл индекс.html. У вас в папочке должны лежать вот эти два файлика, получается. И подключим их к нашему файлу индекс.html. Первым делом подключаем стили. Давайте мы их подключим после вот этих стилей. count to down.css. И здесь напишем. Так, link rel равняется... А, стоп. Rel в стиле shit. Так, в стиле shit. Дальше. Shreve. Endprogress. И endprogress.css. Замечательно. Вот так вот. Дальше. Так, стили мы сами подключили. Теперь давайте опустимся в самый низ. И здесь подключим наш загрузчик. Уже скрипт. Обратите внимание, что здесь уже подключен jQuery. Так, давайте мы его здесь тоже подключим. Пишем скрипт. Так. Дальше. src. Endprogress. И endprogress.js. Замечательно. Все это есть. Давайте мы сохранимся. И запустим файл index.html в браузере. То есть просто его... Так, давайте я выйду. Запустите у себя в браузере. И посмотрим. Так. Обновлю страничку. Видите, у нас тут в принципе ничего не поменялось. Да? Почему? Потому что не забываем, что нам надо запустить сначала вот этот самый загрузчик. Поэтому это мы и будем делать. Так. Перейдем сюда. И здесь давайте мы заведем новый скрипт. Так. Скрипт. Отлично. Так. Давайте вот. Я... Давайте здесь сделаю отступ. У меня почему-то перестал работать плагин Overscroll. Не перематывай до вниз. И здесь давайте сделаем, чтобы когда наш документ загружался, у нас стартовала загрузка. Поэтому здесь пишем документ. Сразу говорю, повторяйте все за мной символ в символ. То есть, если я пишу большую букву, то есть если я пишу большую букву, вы тоже пишите большую букву, потому что это имеет большое значение. Итак, пишем документ. Итак. Дальше мы включаем функцию. Function. Замечательно. И здесь ставим фигурные кавычки. Вот так вот. Так. А здесь поставим точку с запятой. Так. Замечательно. И вот здесь внутри вот этой нашей функции мы и пишем наше волшебное словосочетание. EndProgress. Progress. Так. Точка. Старт. Давайте. И здесь скобочки. И все это закрываем. Сохраняемся. Идем в наш браузер. Открываем страничку. И обновляем. И видим. Загрузчик появился, но грузится все очень долго. И причем все это будет грузиться до бесконечности. Видим, как здесь. Да. Потому что у нас не прописано EndProgress. Done. Поэтому смотрите. Если мы здесь сделаем копию строки этой ниже и пропишем Done. Давайте. Сохранимся. Обновим страницу. Щелк. То видим. Загрузчик появляется и сразу пропадает. И теперь нам надо сделать так, чтобы наша страничка, она... Точнее наш загрузчик, он пропадал медленнее. Поэтому смотрите. Один из вариантов. Давайте мы вот это уберем. Это указать, чтобы наш загрузчик заканчивался, когда страница полностью загрузится. Поэтому давайте мы здесь пропишем следующее. Так. Window. Здесь пропишем Load. Отлично. И снова включаем новую функцию. Так. Function. Так. Вот. Затем фигурные кавычки. Вот так. Точка с запятой. И уже внутри нее пишем. And Progress. Progress. Done. Так. Done. Вот так вот. И точка с запятой. Ставьте, не забывайте, точки с запятой. Сохраняемся. И давайте обновимся страницу. То есть теперь наш загрузчик будет заканчиваться только после того, как страница у нас полностью загрузится. Давайте мы обновимся и видим, что все равно все быстро у меня, потому что локальный сервер, все быстро грузится. Да. И в интернете, если честно, такая страница, она будет очень быстро грузиться. Поэтому здесь я пошел на маленькую хитрость. Смотрите, что я сделал. Давайте мы вот это вот все дело с вами удалим. Я здесь задал функцию SetTimeout. Так. Timeout. То есть это обычная задержка. Тут дальше опять пишем Function. Вот так вот. Вот так вот. Ставим тут точку с запятой. А здесь уже с новой строки пишем. Так. Давайте. EndProgress. Progress.don. Так. Фигурные кавычки. Ой, точнее скобочки. Вот здесь мы поставили функцию SetTimeout. А здесь давайте мы поставим вот тут запятую. И через пробел напишем 4000 миллисекунд. То есть это 4 секунды. Получается, смотрите. Давайте мы сохранимся. Обновим страницу. Как это будет действовать? Щелкаем. Наша страница загружается. Проходит 4 секунды. И срабатывает функция Don. То есть наш загрузчик заканчивает работу. То есть видим. Все это идет. И потом резко заканчивается. Поэтому давайте мы сделаем все более, так сказать, плавным. Равномерным точнее. Мы скопируем вот эту функцию. Сейчас вы поймете, почему я указал именно 4000. И сделаем 4 раза ее. И теперь мы здесь ставим 1. Здесь ставим 2. Здесь ставим 3. И вот смотрите. 4 функции SetTimeout. И каждая срабатывает через 1 секунду. 1 секунда, 2, 3, 4. И вот здесь мы будем использовать вместо Done, да, мы будем использовать Set. Поэтому давайте мы вернемся назад. И здесь, здесь и здесь мы вместо Done пишем Set. Отлично. И вот теперь здесь мы указываем 0.4. Дальше мы указываем 0.6. И дальше мы указываем 0.8. Получается, на первой секунде прогресс бар установится на 40%, на второй на 60% и на третий на 80%. А на четвертой он закончится. Давайте мы сохранимся. Обновим нашу страничку. И смотрите. Проходит 2 секунды. 3, 4. И заканчивается. Видите? То есть уже совершенно по-другому работает. Что ж, отлично. Видим, все вполне нормально. И теперь нам надо сделать так, чтобы наши элементы были сначала не видны, а потом плавненько появлялись. И давайте мы начнем с того, что сделаем их невидимыми. Для этого мы будем использовать стили, то есть специальные классы. Откройте, пожалуйста, файл стиля CSS. И здесь у нас, вот там где идет адаптация перед ней, да, заведем новый комментарий. Так, и напишем плавное появление элементов сайта. Плавное появление элементов сайта. Но это для того, чтобы вы сами понимали, за что отвечают данные стили. Замечательно. И здесь давайте заведем новый стиль, новый, точнее, класс. Например, назовем его out. То есть наш элемент исчезает. Out. И в нем пропишем следующие стили. Opacity 0. То есть мы сделаем наши элементы с классом out просто-напросто невидимыми. Так, замечательно. Давайте мы сохранимся. И теперь смотрите. Например, как мы это будем делать? Давайте я возьмем там setTimeout, где у нас 1000 миллисекунд. И здесь мы прописываем следующее. Так, 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 дай бог памяти. Тяжело новичку в JS. Так, прописываем следующее. Вот ставим так, ставим точку. И смотрите, например, еще раз, почему я взял 4000 миллисекунд? Смотрите, у нас контент на сайте я условно разделил на 4 части. То есть это наш контент, это таймер, это вот эта картинка с названием, да, и в конце копирайты. То есть вот это все разделено на 4 части, и с каждой секундой каждая часть будет по очереди появляться, да. Поэтому первым делом, что мы должны с вами сделать, я не сюда полез, давайте мы пока это удалим. Первым делом, что мы должны сделать, это прописать этим четырем частям сайта класс out, чтобы они стали невидимыми. Out, content out. Потом таймер, тоже пишем out. Затем пункт, пишем out. Пункт это там, где наше название и картинка. И затем копирайт и самая последняя строчка текста тоже пишем out. Теперь давайте мы сохранимся. Перейдем на нашу страничку. Обновимся. И вы увидите, что здесь уже ничего нету. Так, отлично. Все это уже есть. Осталось сделать так, чтобы наши элементы появлялись. Теперь смотрите, как мы это сделаем. Мы просто-напросто, как я уже вам говорил, допишем сюда следующее. Так, давайте я тут выше поставлю. Так, что мы там допишем? Поставим знак доллара. Затем кавычки, скобочки точнее, кавычки одиночные. И здесь пишем точка content. Content. То есть у нас первым должен появиться контент на первой секунде. Поэтому мы указываем. Для класса content мы добавляем, точнее удаляем класс. Давайте remove. Так, remove class. Вот так вот. Remove class. И в скобочках, в одиночных кавычках пишем название класса out. Так, точка запятой. Сохраняемся. Обновляемся. И смотрите, на первой секунде наш класс out пропадает и контент появляется. Теперь то же самое давайте мы сделаем с вами и для остальных элементов. Так, так, так и так. И здесь ставим так. Только тут мы получается уже меняем контент на таймер. То есть после контента появляется таймер. После таймера появляется класс с названием и картинкой. И затем в конце появляется класс копирайты. Так, отлично. То есть у каждого из этих классов по очереди мы удаляем класс out, который только что с вами прописали. Идем назад. Обновляем нашу страницу. Смотрим или работает. Итак, контент появился. Таймер появился. Ну, короче, все появилось по очереди. Замечательно. Теперь необходимо сделать так, чтобы наши классы, точнее наши элементы появлялись плавно. Поэтому мы опять вернемся к файлу стилей и зададим специальный стиль. Давайте мы назовем его fade. То есть плавное появление будет. И здесь первое, что нам необходимо сделать, это прописать нашему fade opacity1. И теперь смотрите, есть в принципе два выхода. Либо мы добавляем новый класс. Давайте контент, вот remove класс. Потом пишем точка add class. Так, add class. И здесь прописываем вот этот самый fade. Так, точка двоеточие fade. То есть вот так вот можно сделать. У нас получится появление, будет добавляться класс fade. Но можно сделать проще. Мы просто-напросто этот класс изначально пропишем. В наши стили. Точнее, да. В наши классы. Итак, контент. Мы добавляем класс fade. Затем таймер. Мы добавляем класс fade. Затем пункт. Мы добавляем класс fade. И последний это копии. Добавляем класс fade. Замечательно. Итак, у нас класс fade добавлен. То есть когда убирается out, у нас пропадает opacity. Fade у нас opacity наоборот добавляет единичку. На всякий пожарный прописано. Но здесь получается у нас не будет анимации. Так, давайте мы обновимся. А, не видно, да? Так, давайте мы поменяем местами. Так, out и fade. Сохраняемся. Обновляемся. И здесь видим. Появляться начало. Хорошо. Теперь нам необходимо задать плавность. Для этого мы будем использовать снова с вами стили. И в стилях мы просто-напросто пропишем следующее свойство. Transition. Так, transition. All. Так, давайте 300 миллисекунд. То есть 0,3 секунды можно написать. И тип анимации line. То есть наша анимация. Так, пропустил букву A. Наша анимация будет появляться. Ну, равномерная она будет. Вот теперь давайте мы обновимся и посмотрим. Щелк. Бах. 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 И бах. Да? Ну, и в принципе у меня тут что-то озарение настало. Тут в принципе opacity не нужен. Ведь мы класс out удаляем. Так, сохранимся. Еще раз обновляемся. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, видите, как появляется. Поэтому оставим вот так. Ну, что ж. Замечательно. Мы с вами разместили, заставили элементы сайта отображаться по очереди и плавно. И теперь последнее, так сказать, слово техники. Да? Это при... Ну, во время загрузки должна мигать вот эта надпись. Смотрите, как это делается. Идем в файл index.html. И сначала в html коде размещаем соответствующую надпись сразу после body. Давайте мы сделаем div. В нем пропишем класс... Ну, не знаю, как назовем. Давайте load site. Так, а он у меня что, есть что ли? Так, я вроде все старые классы у себя удалял. Так, ctrl-f. Load. Не, нету. Ну, это, наверное, в памяти у редактора осталось. Ну, ладно. Не суть. Итак, пишем div.class load site. Отлично. И здесь напишем подождите. Подождите. Запятая. Идет загрузка. Точка, точка, точка. Так, минутку. Может, этот класс есть здесь. Так, ctrl-f. Load. Load site. Тоже нет. Ну, я не знаю, откуда он его взял. Но откуда-то он что-то копал. Ладно. Фиг с ним. Итак, у нас идет... Подождите, идет загрузка. Замечательно. Дальше что мы делаем? Смотрим, где эта надпись у нас появляется. Так. А, я не ту страницу открываю. Видим, вот эта надпись. Замечательно. Двигаемся дальше. Так. Теперь нам необходимо сделать ее по центру. Опять-таки, дуем в стиле. И здесь создаем новый этот самый класс. Load site. Так. И в нем пишем следующее. Так. Сначала задаем позиционирование. Position absolute. Абсолютная. Затем смещаем нашу надпись на 40% отверха. То есть, чтобы она была чуть выше посередине экрана. Смотрим. Щелк. Видим, да? Теперь нам необходимо ее выровнять по центру. Это я сделал при помощи свойства width. Так. 100%. Дополнительно я прописал padding 0. Ну, для подстраховки и margin 0. Чтобы ничего никуда не смещалось. И здесь получается ширина нашего блока load site 100%. И теперь мы пишем текст align center. То есть, размещаем содержимое текстовое содержимое по центру в нашем блоке load site. Давайте мы обновимся и посмотрим. Так. Видим. Вот получается у нас идет загрузка. Подождите. Но, если вы обратите внимание, она сейчас прячется за формой подписки. За текстовым полем укажите e-mail. Поэтому мы здесь что делаем? Мы здесь давайте допишем следующее правило. Z-index пропишем 999. Так. Сохраняемся. Обновляемся. И наша надпись уже, видим, находится наверху. Отлично. Теперь давайте мы зададим текст shadow. Ну, не знаю. 0, 0. Так. 5 пикселей. Решетка 0, 0, 0. Точка запятой. То есть, вот такая будет суровая тень у нас. Видим. Есть. Да. И все, что нам осталось, это заставить нашу надпись вот эту. Подождите. Идет загрузка. Мигать. Это мы будем делать опять-таки при помощи стилей. Давайте мы зададим новую анимацию. Так. Keyframes. Давайте напишем. Так. Назовем эту анимацию как-нибудь loadSight. LS давайте просто-напросто. И здесь уже в этой анимашке мы пропишем следующее. Так. При 0% opacity прозрачность будет равна 1. Затем делаем просто-напросто два раза копируем строку. Здесь пишем 50%, а здесь пишем 100. И вот на 50% получается ставим 0. То есть, наша анимация сначала будет видна, потом пропадать, потом видна запись. И за счет этого будет происходить анимация. А вот здесь уже давайте мы пропишем следующее. Так. 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 Animation. Ох, блин, забыл. 1 секунда это продолжительность анимации. Затем пишем название ls. Так. И в конце пишем infinity. Infinity. То есть, это для чего? Для того, чтобы наша анимация была постоянной. То есть, не проигралась один раз, а игралась бесконечно. Так. Давайте мы сохранимся. Обновимся. А. Работать не будет. Потому что нам надо дописать префиксы. Так. Давайте я сделаю копию. Здесь мы дописываем webkit. Для браузеров Chrome. Да. И то же самое делаем для keyframe. Так. И тут тоже дописываем webkit. Webkit. И defis. Все. Давайте сохранимся. Обновимся. И видите, наша анимашка мигает. И теперь все, что нам осталось, это сделать, чтобы она пропадала, когда у нас заканчивается загрузка сайта. И для того, чтобы она пропадала, нам необходимо будет просто-напросто добавить новый стиль. Давайте мы его создадим. Назовем его, например, dn. То есть, от стиля display.none. Так. И здесь напишем это свойство. Display.none. Точка запятой. И теперь в файл индекс.html идем. Внизу, там, где у нас заканчивается наш прогресс бар, то есть, на setTimeout 4000, мы дописываем следующий код. Вот так. Для loadSite, давайте loadSite, мы добавляем класс. AddClass. Так. AddClass. Получается d display.none. dn. Класс. Точка запятой. И, в принципе, знаете, что еще? Давайте мы уберем сам класс loadSite. И remove. Если можно, так будет. Так, я еще не специалист JS, поэтому, возможно, что меня пошлет этот хак. У класса loadSite убрать класс loadSite. Так, loadSite. Так, сохраняемся. Смотрим, будет работать или нет. Так, так, так. Бах, пропало. Так, давайте просмотр кода выберу. Так, здесь, видим, в консоли ошибок не выбивает. Значит, все должно быть нормально. А вот в html смотрим. Так, вот наш div.content. Вот div.main. Вот div.class.dn, видите. Да, давайте я обновлю страничку. Видим loadSite, да, когда наша страница загружается, loadSite удаляется и добавляется dn. Ну что же, вот и все. Надеюсь, это занятие пришлось вам по душе. И если это действительно так, обязательно ставьте лайк данному видео и подписывайтесь на наш канал MasterCSS. Хочу напомнить, что как только данное видео наберет 150 лайков, я запишу для вас новое, в котором вы узнаете, как сделать вот такую штуку. А именно, анимацию увеличения цифр при перемотке окна сайта. То есть, идем, идем, бах, и вот так вот все плавненько, видим, увеличивается. Это может вам пригодиться на лендинг пейдж. Ну, наверное, вы даже уже видели такие эффекты, когда идет список вот таких достоинств, там пишут 10 лет опыта, 500 тысяч клиентов и так далее и тому подобное. И вот это можно сделать, чтобы все плавненько появлялось при помощи анимации того же самого Animate CSS. И одновременно с этим, чтобы цифры начинали увеличиваться от нуля до определенного значения. Итак, мои уважаемые, на этом все. На связи с вами был Серега. Еще раз попрошу поставить лайк и встретимся с вами уже в следующем занятии. Продолжение следует...